Аппаратное совещание открыл и провел губернатор Алексей Русский. Сначала обсудили, как в Ульяновской области отметили День Победы. Праздничные мероприятия посетили 75 тысяч ульяновцев. 40 тысяч из них в региональном центре. Перед нами сейчас стоит важнейшая задача, священная миссия окружить вниманием и заботой каждого свидетеля Великой Победы. Для этого нам не нужно ждать никаких памятных дат. И мы, безусловно, будем это делать. В целом у Ульяновской области было организовано свыше двух тысяч мероприятий, привороченных 78-й годовщине Великой Победы. А Дня Победы перешли к другим праздникам. 25 мая в школах Ульяновской области, как и по всей стране, прозвенит последний звонок. Традиция отмечать последний звонок родилась в 1948 году в Краснодаре, именно 25 мая. В этом году в регионе 4723 ученика выпускаются из 11 класса и почти 11,5 тысяч из 9 класса. Если посчитать по годам, то в этом году 75 лет этой хорошей традиции, традиции прощения со школой. Я напомню, что в регионе действует 220-й закон Ульяновской области об ограничении продажи алкогольной продукции. И этот день пошел в этот закон, поэтому 25 мая, в день последнего звонка, продажа алкогольной продукции будет ограничена. В Ульяновской области действует система работы с предприятиями по организации летней занятости подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 30 работодателей уже готовы принять старшеклассников на работу на время летних каникул. Все они выделяют дополнительные рабочие места для подростков. Порядка 240 человек у нас уже приступили к работе, несмотря на то, что летняя занятость как такова еще не началась. Но работа эта ведется в течение всего года, поэтому мы планомерными этапами, планомерными показателями должны подойти к тому, что наша такая достаточно амбициозная цель – это трудоустроить в этом году порядка 6 тысяч ребят, которые хотят работать свободно от учебы время. В Ульяновской области приступает к работе филиал фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Для работы в нем были подобраны социальные координаторы. В ближайшее время они пройдут обучение в Казани и к 1 июня приступят к своим обязанностям. Социальные координаторы займутся индивидуальным комплексным сопровождением ветеранов боевых действий и членов семей погибших участников СВО. В настоящее время оперативно решаются организационные вопросы формирования инфраструктуры, социально-медицинской иной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. К каждому региону определена квота для приема на работу социальных координаторов. В Ульяновской области квота определена в количестве 40 человек. На заседании Алексей Русских озвучил несколько обращений ульяновцев. Студенты Сенгелеевского педагогического техникума пожаловались на антисанитарию в общежитии. Губернатор поручил разобраться в ситуации и навести порядок. Несколько слов посвятили ситуации вокруг Шашлычной на улице Федерации. Жители обратились к главе региона с просьбой не сносить здание и разрешить заведению продолжить работу. Губернатор поручил специальной комиссии разобраться в ситуации с учетом закона и норм этики.